Я старший научно-центральный педагогического института Академии наук и расскажу вам о том, как изучать прошлое нашей планеты в тех рамках, которые у нас остались. В посадочных породах разнообразных находили некие странные изображения животных, не животных, с которыми надо было что-то сделать. Ну, все вы, думаю, встречали отпечатки аммонитов, древние голованутые моллюски с залитой раковиной, родственники нашего нынешнего мультилуса, не мультилуса, в смысле, а того, в честь которого... Белемниты, похожие на наконечники спирта, это остатки других скопаемых. Голованутых моллюсков тоже не зазонистые. А вот это вот самое пищевое, которое вы пользуетесь у доски регулярно, это скопление ископаемых остатков одноклеточных золотистых водорослей и простейших форминифов ракушек. Понятное дело, что точность, которую эти ископаемые иногда повторяют конфигурацию организма, а также повторяемость постоянной этих объектов, которые иногда встречаются сотенными и тысячными сериями, она довольно быстрая убедила всех, что ни о какой игре природы и случайностей тут быть речи не может, и что мы действительно имеем дело с неким образом созданными, не вполне понятно пока каким образом отпечатками когда-то существовавших живых организмами. Однако догадаться о природе этих организмов было достаточно сложно. Я просто хочу сказать, что мы всегда имели дело не с самим организмом, а с некой его реконструкцией. И то, что, создавая эту реконструкцию, мы опираемся на некоторое количество не вполне очевидных допущений, часто это для себя не проговорили, а вот это должно всегда учитываться по строениям. То есть вот просто в качестве примеров, вероятно, первым внятно описанным с точки зрения современной науки ископаемым был так называемый человек-свидетель потопа. В 1726 году немецкий врач Шлейца с берегов Годенского озера описал нечто, имевшее череп, позвоночный столб, конечности, неким образом расположенные. И вот так с чем, что вот такой довольно высокий человек, бывший свидетелем потопа, который в этом потопе утонул, был занесен осадками и вот теперь перешел в такое ископаемое состояние. Значит, на самом деле речь идет, благо эта речь хорошо описана, она предосталась нам в сохранности. Это в действительности исполинская саламандра, родственная тем, которая сейчас живет в северном Китае и Японии, только более крупного размера. Нынешние они вот такие примерно, ну а это было от 2 метра. Жила она в миоценовую эпоху на берегах этого Годенского озера 15 миллионов лет назад. Так что, но пойди вот так вот, распознай. Или, например, просвещенный иимский император Адриан в свое время создал нечто вроде пункст-камерного, вероятно, первой вообще в истории естественной научной жизни. И в этой самой пункст-камере, на своем острове Капри, он смонтировал, ну не сам, конечно, своими руками, он смонтировал несколько скелетов ископаемых кайнозойских слойников. Значит, на островах Средиземномория, в Кайнозуе, было довольно много собственных карликовых форм слона. Ну, карликовых они для слона. А так вот, в размере человека они были вполне приличны. Соответственно, кто-нибудь из вас видел скелет слона в зоомузее, в зоомузее, или, может быть, кто-нибудь был у нас в Пляд-Парижском музее скелет мамонта? Не припоминаете, как выглядит череп? Так вот, попробуйте описать. Большой, большой, большой. Если мало, то бивни. Ну, бивни, да, бивни. А вот, что там с глазами? Глаза маленькие. Глаза маленькие, да. Глаза маленькие. Значит, глаза маленькие настолько, что их вообще-то и не видать считать. А посеред черепа – здоровенная круглая дыра под хобот. Вот, соответственно, если этих самых небольших слоников смонтировать с таймем, а у слона, опять-таки, конечно, не копыта, у них пальчики. Да? Вот такое существо, значит, ноги с пальчиками, такие колонообразные, здоровые. Вот такой череп. И посеред череп – здоровенная дырка под очень большой глаз. Понятное дело, что мы не имеем дело с циклопами. Именно так их и интерпретировали. Значит, те из вас, кто хочет посмеяться над этими самыми реконструкциями, я делать этого совершенно не советую. Потому что обе реконструкции были выполнены абсолютно точно, нормально и в точном соответствии с требованиями науки. Но, понятное дело, что пытались привязать ископаемые остатки к неким существам, о существовании которых вроде бы было известно. Вот теперь мы вроде как находим подтверждение их существования. Я просто хочу сказать, что человек-следитель потопа для религиозного человека XVII века или, так сказать, циклопы для отечественных римлян были существами ничуть не менее реальными, чем вот для вас, смотрящих научно-популярную программу «Дискавер» и сериала «Би-Би-Си», чем для вас динозавры. То есть в их мире все это было, как и существами, совершенно нормально. И восстановили они, реконструировали их облик, вот тем следам, которые оказались на их распоряжении, они в общем и целом вполне нормальны. Просто вот об этом никогда нельзя забывать. Потому что, проводя реконструкцию, мы всегда находимся в плену неких исходных, заданных представлений, которые мы фактически не проверяем. То есть мы некоторые системы аксиом, которые мы в своих построениях, в общем, как правило, не затрагиваем и работаем только уже в ее рамках. Тот раздел биологии, который занимается вот этими самыми следами живых организмов и следами жизнедеятельности, что важно, называется палеонтологией. Палеонтолог в целом работает таким образом, чтобы восстановить, задача палеонтолога состоит в том, чтобы реконструировать облик этих организмов, их образ жизни, их взаимоотношения между собой, их экологическую роль и все прочие моменты. При этом, соответственно, совокупность вот этих ископаемых остатков называется палеонтологической летописи. То есть палеонтологическая летопись – это никакая не метафора, а вполне строгий термин. Как всякая летопись, палеонтологическая летопись не полна и имеет целый ряд встроенных дефектов и искажений. Так же, как любые нормальные летописи. Вы прекрасно понимаете, что любые исторические летописи, они тоже пестреют лакунами, летописцы чего-то недосматривают, где-то сознательно врут, но тем не менее всем нам понятно, что сравнивая свидетельства разных очевидцев, разные летописи, можно тем не менее создать более или менее объективную картину реально существовавшего прошлого. Точно в таком же положении оказываются и палеонтологи, которые, имея дело, еще раз подчеркиваю, с заведомо неточной, неполной, фрагментарной и местами искаженной информацией, они тем не менее восстанавливают неким образом реальную существующую картину. Существует специальный раздел палеонтологии, называемый тофономией, который как раз занимается неполнотой палеонтологической летописи с закономерностями этой неполноты, они тоже существуют, и тем, как с этой неполнотой бороться. Если кто из вас видит сведущий в истории, он, вероятно, на этом месте сразу потянет руку и скажет, а вот в истории есть такой раздел, который называется «критика источников». Вот это как раз действительно абсолютно точная аналогия. То есть мы занимаемся тем, где источники неполны, врут, и как с этим врагом обходиться, как его обходить. Каким все-таки образом получаются вот эти самые источники, с которыми мы делали? Каким образом получилась вот эта самая саламанда или вот этот самый слоник, о котором мы говорили, оказались в виде вот тех самых камней, которые доступны нам сейчас для изучения? Значит, на всякий случай хочу еще подчеркнуть, что мы имеем дело не с живыми организмами, а именно с камнями. Что вообще-то говоря, палеонтология формально проходит по разделам классификационным, не по биологическим наукам, а по геолого-минерологическим. Ну, как всегда, на стыках наук существуют всякие сложности, но вот и в этом есть вполне определенный смысл. Еще раз, мы имеем дело не с живыми организмами, а с камнями, изображающими эти живые организмы неким способом. Итак, каким образом получается вот эта самая штука, которую мы изучаем? Итак, для начала живой организм должен умереть и попасть в бескислородные условия. Если живой организм умер и остался просто лежать на поверхности, понятное дело, что очень быстро гнилосные бактерии аэробные, они очень быстро его уберут и от нее не останется ничего. Организм должен попасть в воду, утонуть и быть достаточно быстро занесенным осадком, препятствующим доступ к кислороду. То есть, при несоблюдении этих условий говорить вообще не очень. Ну, есть, на всякий случай, есть такие редчайшие случаи, как захоронение насекомых в каплях смолы, из которых может получиться янтарь, или, так сказать, захоронение вулканическими пеплофадами, когда вот при извержении вулкана пеплом засыпает территорию, и при этом раскаленным пеплом, при этом крупное животное может сгореть и остаться отливка внутри вот этой самой толщи пепла. Это вещи реальные, они случаются, но это такая редкость, что они, в общем, из-за них не приходятся. Основной поставщиком 99,9% материала, с которым мы имеем дело, это то, что утонуло, было занесено осадком и сохранилось на дне водоемов. Значит, вот первая стадия, первая фаза прошла. Теперь, что дальше происходит? Как правило, сохраняются твердые ткани. Панцири, хитиновые покровы раков насекомых, кости позвоночных, раковины моллюсков и прочее. Мягкие ткани не сохраняются даже в таких бескислововых условиях. А что сохраняется, мы сейчас поговорим. На самом деле, там есть опять-таки свои хитрости. В живом организме существует примерно 60 видов различных нервов. Названия вам наверняка что-то скажут. Это карбонатные минералы, такие как кальцит и арогонит. Фосфатные минералы, как апатит и долит. Зубы ваши как раз состоят из этого самого апатита. Или там окислы кремния, окислы железа, такие как магнетит и алюминий. Фишка в том, что если минерал строится внутри клетки на органической матрице, то характеристики этого минерала по структуре кристаллической мешотки, по составу микропримесей будут несколько другими, чем аналоги, чем его неорганические аналоги. То есть, чем такие же минералы, которые строятся вне контроля живого организма. И при этом, почти всегда, вот эти самые биогенные минералы заметно менее устойчивы, чем неорганические. Следующей стадией является разрушение кристаллической решетки биогенных минералов. Химические элементы, которые входят в их состав, в это же время начинают образовывать другие соединения. В том числе, иногда, но это не всегда, но иногда, они могут начинать образовывать и те же самые минералы. Минералы того же состава, но уже неорганические. И вот новые минеральные замещения, идущие по прежней, еще не полностью разрушенной, органической матрицей, они как раз и создают вот эту самую отливку, которая возникает у нас, и с которой мы не имеем дела. И вот эта минеральная отливка может существовать уже практически вечно. То есть, еще раз, что мы не имеем дела не с организмом, а с его минеральным изображением. Значит, при минерализации в нестандартных условиях иногда происходят очень любопытные вещи. Вот, например, если в среде много серы и работают серыми бактериями, то иногда происходит замещение мягких тканей перитом, то есть с люфидом железа, золотой обманкой или ушачьим золотом. Потому что вот известная история, в одном из старых рудников в Швеции был найден рутопоп, тело которого было просто полностью в перитовом замещении. То есть просто вот перитовая статуя от человека, которого завалило, и дальше поступил железо, серый железный рудник, то на этом месте произошло вот такое замещение. Весьма любопытные случаи замещения фосфатами. Есть анаэродные бактерии, химосинтетики, которые используют фосфат. И они создают очень точные отливки фосфат содержащих тканей. А где у нас в основном фосфат содержится? В основном это мышцы и связки, коллаген, саркалин. Поэтому как раз это бывают случаи, когда происходят довольно точные отливки мышечной ткани. Вот когда вы поэтому где-нибудь в научно-популярных передачах и прочее наталкиваетесь на сообщение про находку какого-нибудь ископаемого, что сыт и очень редкая сохранность, там сохраняются мягкие ткани. Вот речь идет именно про такие ситуации. Сохраняются, конечно, не сами мягкие ткани, а вот эти самые хитрые сделанные отливки. То есть форма мягких тканей, некоторые, по крайней мере, некоторые характеристики, иногда можно проследить. Иногда есть очень любопытные случаи замещения выкисловой кремки, петрификации. При петрификации, происходящих в некоторых условиях, иногда замещение бывает настолько тонким, что можно отследить даже внутриклеточные структуры. Иногда бывает такая ситуация. Но это, конечно, случаи очень редкие, но, тем не менее, будут реально существовать. Таким образом, мы имеем дело постоянно с этими самыми минеральными матрицами. А что с органикой? Какие органические вещества могут сохраняться в течение длительного времени? Ну, прежде всего, целлюлоза, конечно. Целлюлоза – клетчатка, из которой состоят оболочки растительных клеток. Целлюлоза действительно очень устойчивое существо, чрезвычайно химически нервное, и поэтому в некоторых условиях целлюлоза может сохраняться чрезвычайно долго. Самые древние целлюлозы, которые сейчас известны, это оболочки макроскопических водорослей, которым более миллиарда лет, 1,2-1,3 миллиарда лет, из Китая, из Ченчена, такие действительно водоросли, которые действительно очень похожи на современных красных, на багряных, которые действительно и сейчас считаются самыми примитивными из водорослей. Значит, вот действительно целлюлоза сохраняется. Сохраняются некоторые пигменты. Ну, не целиком, но некоторые пигментные ядра, поэтому, например, мы иногда можем находить некоторые... О существовании некоторых фотосинтезирующих организмов мы можем судить по нахождению в среде как раз остатков пигментов, которые ответственны за утилизацию Солнечного кланта. Значит, вероятно, всем, всех, конечно, интересует, что там насчет ДНК. ДНК, которое вот всегда достается и вот в ископаемом состоянии может нам позволить вообще не конструировать все, что было. На этом месте, ребята, придется вас разочаровать. ДНК, это данные по палеогеномике, по ископаемой ДНК, они очень интересны, они позволили решить несколько локальных, важных задач. В частности, теперь считается уже со всей определенностью, считается твердым установленным фактом, что человек Homo sapiens и Neanderthalens это все-таки не прямые родственники, а две независимые ветви. Это два разных вида, то есть, что мы это достаточно отдельно. Достаточно интересные данные по геному мамонта имеются, но в целом, ожидавшейся некоторой времени назад такой молекулярно-генетической революции, которая вот связана с ископаемой ДНК, так и не случилась. В общем, проблемы оказались очень серьезными и, вероятно, труднопреодолимыми, потому что по любому пределу длительности сохранения ДНК это порядка тридцати тысяч лет. Тысяч! То есть, речь идет о фактически речи по фасильной так называемой фауне, то есть о фауне с самого недавнего времени, которая, собственно, еще не превратилась в ископаемую. То есть, вы понимаете, что, собственно говоря, палеонтологическим объект становится с того момента, когда произошли вот эти минеральные замещения, о которых мы говорили. А пока минеральных замещений нет, речь идет фактически еще о саологическом и ботаническом объекте. То есть, мы говорили вообще-то немножко не по нашему департаменту, а формально. Вот. Поэтому, вот, чего действительно народ палеонтропологии ожидали в связи с этими данными палеонтопологическими геномиками, которые вот с неограждальцами человеком вроде бы вполне определенно решили. Вроде бы там все концы достаточно хорошо сошлись. А вот с флоресовскими хоббитами так называемыми. Ну, вы, вероятно, знаете, что лет 12 назад были открыты на острове Флорес и у нас в Индонезии чрезвычайно любопытные выбиршие древние люди. Люди, не вполне люди. Маленькие, с странными очень характеристиками черепа, строения руки и всего прочего. У них есть и черепа, и скелеты. И все вроде бы сходится на то, что с первой их пытались записать. Им возраст их всего 18 тысяч лет. То есть время уже жизни вполне настоящего человека гомо-сапида. В тех местах гомо-сапида уже был как бы у времени. Сперва предполагали, что это возможно, какие-то хитрые уродства на это пытались списать. Но сейчас считается, опять-таки, достаточно хорошо установленным, что это действительно гомо-эректус, то есть предыдущая форма человека-обезьяна-человек, которому принадлежат иландский пятикантроп, китайский сенанфорт, европейский гидельбергский человек, африканский человек из бротных пила, и еще куча всяких форм. А вот это, грубо говоря, пигмей, сделанный на основе пятикантропа, а не на основе человека. Чрезвычайно интересные вещи. Все очень ожидали, что нельзя ли ДНК посмотреть, потому что ДНК эректуса, это, конечно, была бы революция. Но оказалось, что, к сожалению, это тропики. В тропиках даже такое количество времени ДНК не сохраняется. Так что вот долго специально смотрели, но вот такой вот неудача постигла. Ничего не получилось из этого. Вот у нас есть некая совокупность объектов, таких минеральных изображений животных, растений, микроорганизмов, в ряде случаев, и следов жизнедеятельности этих организмов, которые были в предыдущее время. Вот они составляют в свободности вот эту самую плеотологическую летопись. И теперь, как любой текст, читается по определенным правилам. Что, собственно говоря, есть некий набор таких минеральных объектов. Что, собственно говоря, они нам могут сказать о прошлом. Значит, плеотологическая летопись читается в соответствии с некоторыми правилами, вероятно, основным из которых является принцип актуализма. Принцип актуализма был сформулирован в свое время Чарльзом Лайелем, основателем в основном, в основном, в историческом геометике, который формулировал это как настоящий ключ к будущему. В чем смысл? Мы исходим из того, что в прошлом должны действовать, должны были действовать те же законы природы, что действуют сейчас. Это, еще раз, это не означает, что в прошлом все было так, как сейчас. Это не означает даже того, что в прошлом не могло быть законов природы, которые действуют по-другому. Но мы сначала исходим из того, что в прошлом все работало так, как сейчас. И только после того, как мы убедились, что концы с концами у нас не сходятся, и свободность фактов, которые у нас есть в руках, не позволяет это объяснить существующим законам природы, вот только тогда уже можно привлекать некие новые сущности, которые в прошлом существовали, а сейчас нет. Ну вот, просто чтобы было понятно, как это реально работает, давайте рассмотрим пару случаев, как проводятся реконструкции событий и ситуаций прошлого. Те из вас, кто минимально интересовался ископаемыми, наверно, хорошо знают, что у нас в Подмосковье, какие у нас в основном представлены ископаемые какого возраста? Моллюски. Моллюски, в том числе моллюски. Возраст, какой у нас в Подмосковье, что лучше всего представлено? Карбоны у нас лучше всего представлены. У нас лучше всего представлены морские фауны каменноугольного возраста. Значит, для этих фаун чрезвычайно характерны коралловые рифы. что мы можем на этом листе сказать об условиях этих моряков? если в море есть коралловые рифы. Что там тепло? Что там тепло. Что там тепло. Значит, совершенно верно, что там тепло. И можно даже сказать, что не просто тепло, а можно дать вполне определенную привязку. Сколько именно? Сколько? 21 градусов. 21 на самом деле. Но вы мыслите в совершенно правильном направлении. Да. Потому что карбонат кальция, из которого коралловые полипы строят все эти постройки, осаждается из морской воды при температурах ниже, чем 21 градус. То есть, если вы посмотрите распространение коралловых построек в современной карте, то вы увидите, что это привязка не к широте какой-нибудь, а именно к изотерме. Да? К изотерме 21 градус. Да? Вот там как раз, то есть, это тепло и вполне определенно как. Да? То есть, если мы не допускаем, что в то время карбонат кальция мог садиться при других температурах, то нам придется допустить, что в морях, которые были на территории, например, московского бассейна, вот моря были эти очень теплыми. Да? И с другой стороны, на территории южных континентов, в Бразилии, в Центральной Африке, в Австралии, в Индии, найдены везде следы, найдена ископаемая древесина, в которой можно проследить годичные полица. О чем говорит существование, о чем говорит древесина с годичными полицами? Да. О том, как и лет, как, о смене сезона. Нет. Сколько лет, это когда вы посчитаете. Это просто сам по себе факт наличия. А? О смене сезона. А? Совершенно верно. Они говорят о сезонном климате. Значит, с полицами говорят о том, что климат на этих местах был сезонный. Значит, эти территории, которые находятся сейчас в зоне тропического климата, где их сезонность у вас нет по определению, да? Там, на самом деле, в это время был климат сезонный. Как же нам эти самые события удивительные? Опять-таки, если мы не допускаем, что тогдашние деревья обладали фантастическими свойствами, трудно представимыми, то нам придется допустить, что климат в этих местах ныне тропический был другой. Значит, какое же может быть для этого объяснение? Ну вот, объяснение было сначала в виде первых гипотез Вегена-Радану, потом, когда было завершено в виде создания свариморной сектоники плит, когда было сказано, что да, действительно, расположение кретинентов на поверхности нашего Глууса, оно не одинаково, оно было не всегда такое, как мы видим сейчас, и что, в частности, как раз именно в коронную эпоху, у вас южные континенты были гораздо ближе к южному полюсу, формируя материк Гондван, который был в южной вне тропической зоне, а мы как раз наоборот, вот Европа с Востоком Северной Америки, они как раз наоборот формировали тогдашний тропический пояс. Или, например, вот такая ситуация. Причем, я говорю к этим выводам, а к тому, что что-то тут... То есть геологи конкретно предложили уже конкретные механизмы, но что тут что-то не так, вот и должны быть какие-то тому объяснения, это уже, так сказать, палеонтологи делают заключение просто по составу фауны, которые распоряжены. Другой вариант. В высоких широтах мезозои и кайнозои существовала очень теплолюбивая фауна и флора. Ну, там на чахотке растут пальмы, на канадском архипелаге живут крокодилы, а чуть раньше на Аляске плывали динозавры. То есть, явно, в Гренландии хлебное дерево, то есть, явно было очень тепло на этих территориях. Значит, вопрос, как такое может быть? Ну, первая гипотеза, которая на этом месте возникает, вот так сходу, просто когда человек свежему спросит, была эпоха, когда около полюсов было тепло, жила какая-то там теплоумеренная субтропическая фауна. Как такое может быть? Человек обычно говорит, ну как, солнце, наверное, грелось сильнее, чем сейчас. Как-то сразу, навступно. На это место ему сразу можно сказать, что такое объяснение, к сожалению, не проходит. В основном, взгляд, шар и экватор, и полюс по-любому у вас будут греться по-разному. Экватор у вас по-любому греется сильнее, чем полюс. Поэтому, если у вас разница между экватором и полюсом, температурным градиентом такой же, как сейчас, то если здесь у вас живут хлебные деревья и крокодилы, то понятное дело, что в этой зоне у вас вообще-то сущие пекла, в котором не живет вообще никто. Проверяем, убеждаем, что ничего такого, что ничего подобного. На экваторе совершенно нормальная жизнь. Не хуже, чем сейчас, потому что человек может и получше. Нормальный, нормальный сша, по-моему, может быть. Как такое? Вопрос на засыпку. Как такое безобразие может быть? Вот это медицинские факты, которые требуют некоторого объяснения. Да, да. Громче, громче, пожалуйста. Я думаю, что вы имеете в виду, что континенты, которые располагались в это время в высоких широтах относительно тогдашнего географического полюса. Нет, эту поправку вы снимали. То есть все честно, такого жильчества у нас не будет. Спасибо. Действительно, действительно, вот, значит, пожалуй, единственный реальный вариант ответа, который здесь существует, это то, что количество тепла, которое доставляет на планету центральное светило, оно всегда более-менее одно и то же. А вот распределяться это тепло по поверхности планеты может очень разными способами, да? И теплообмен между экватором и полюсом может быть очень разной интенсивности. Если интенсивность, обмен, слабо, то у вас, соответственно, экватор перегревается, полюса становится очень холодным. А если у вас обмен очень интенсивный, да, то, соответственно, полюса могут обогреваться гораздо сильнее, чем сейчас. И при этом, кстати, несколько остывать экватор. Так вот, соответственно, при некотором расположении континентов, которое определяет другую структуру океанических течений, теплых течений, которые обогревают при полярной области, другое, размер континентов, так, чтобы не было крупных стационарных антициклонов, вроде нынешнего сибирского антициклона, который иногда портит климат, вплоть до снегопадов, в северной части Вьетнама, в Южной Китае, чтобы таких размеров антициклонов не возникало, а континенты были относительно небольшие. Вот тогда глобальный климат может быть совершенно другим, чем сейчас. Так оно, в общем-то, и есть. То есть, что в истории Земли бывают эпохи, которые с переохлажденными полюсами, где есть ледяные шапины, вроде как сейчас, которые называются кривые эры, а не холодные эры, и бывают периоды с сильно выровненным климатом, когда, грубо говоря, по всей Земле одни сплошные, это такие субтропики, теплоумеренная зона, такой рай сплошной. Вот, собственно говоря, как это было в мезозое, раннем клинозое. Причем, более того, нас с вами угораздило как раз вот родиться в такую неприятную эпоху, кривые эры. Потому что, вообще-то говоря, вот наша нынешняя ситуация с полярной, с ледяными шапами на полюсах, и перегретым экватором, и всеми прочими неприятностями климатическими, это примерно 15% истории существования планеты по времени. А остальные 85% как раз вот приличный климат типа Мезозорского, то есть нам тут не свезло. Значит, я просто к чему все это веду? Итак, основываясь на принципе актуализма, на том, что фундаментальные свойства животных и растений не должны позволять им существенно иные температурные преференции, поведение этой температуры. Ученые были вынуждены предположить возможность перенещения континентов или существования на планете принципиально иного глобального климата. И оказались правы. Причем, опять-таки, соответственно, вы понимаете, что мы предполагаем существование на планете климата, который совершенно другой, чем сейчас. И на этом месте мы просто смотрим, где у нас это вступало бы в большие противоречия с теми законами природы, которые у нас имеются сейчас по нынешнему времени. Возможность для обитателей тамошнего экватора спокойно переносить температуру по 80 градусов, вот они представляются менее реальными, чем то, что материки. Планеты расположились по-другому, по-другому прошли течения, и произошел обрыв экватора. Мы исходим из вот этой презумпции, что в прошлом все работало так, как сейчас. Но, как положено, всякая презумпция – это не аксиома, и она вполне подлежит опровержению при соответствующих проверках. Если оказывается, что не работает, мы ее отвергаем. Мы фактически просто задаем порядок, в котором рассматриваем исходные гипотезы. Сейчас мы поговорим о следующем моменте, который неизбежно у нас вылезает в момент наших реконструкций прошлого. Мы поговорим о времени, о времени как таковое. Это вообще довольно непростая тема, и, как правило, здесь возникают всякие сложности. Значит, те из вас, опять-таки, кто минимально интересовался в жизни в прошлом, какова у нас примерно общая протяженность жизни на планете? Сколько у нас планет существует? На какие самые крутые литвы скидки делятся? Про эры и эры. Ну и эры, давайте про эры. Так вот, грубо, примерно, безо всякого. Значит, общая протяженность считается 0,45. Общая протяженность – это 4,5 миллиарда. Наверху у нас 0,5 миллиарда – это так называемый фанерозой. Эра явных жизни, откуда есть всякие скелетные организмы, более-менее внятные последовательности, ископаемых и прочее. Наши кайнозой, мизозой и полиозой – это вот как раз все укладывается вот сюда, в этот последний кусочек. А здесь, соответственно, вот этот предыдущий кусок – это докембрий или криптозой. Криптозой – это раскрытые жизни. Когда ничего, собственно говоря, до последнего времени, про революцию, произошедшую в изучении докембрии, на следующем занятии будем говорить. Значит, соответственно, делится это на протерозой. Протерозой и архей. Примерно напополаме. Там 2 миллиарда, 2 миллиарда и полмиллиарда. Примерно можно считать. Примерно можно считать. Грубо, предельно грубо шкала выделенной. Значит, о существовании докембрии обычно люди забывают просто. Как обычно, когда спрашиваешь, на что делится? Ну как, клинозой, криозой, мизозой? Что и все? А, да, там еще какие-то докембрии. Ну вот, соответственно, видите, что докембрии приходят 7-8 миллионов существования планеты. Значит, но шкала, геохронологическая шкала, которую вы так обычно у себя видите в квинете биологии на стенке, да? Она, как правило, касается только вот этого. А там, наверное, не представляешь, как-то обрублено, какие-то там розовозные плечи. Значит, геохронологическая шкала, как вы помните, выглядит из некоторого количества цветных отрезков, рядом с которыми проставлены цифры. Вот, если вы посмотрите, да, вот мизозой. Мизозой у вас состоит из мела, который обозначен зеленым цветом, зелененький кусочек шкалы, да? Дальше идет юра, который голубенький кусочек шкалы, и трез, который меловый кусочек шкалы, да? И поставлены цифры вокруг этого. Ну, тут стоит цифра 67 миллионов лет, а вот здесь стоит цифра 130 миллионов лет, да? Значит, все это, картина, вполне причина. Кстати, вот эти вот цвета, в которые покрашены соответствующие разделы, соответствующие подразделения шкалы, они унифицированы по всему миру, и на всех геологических картах мира, опять-таки, вот отложения соответствующего возраста, они будут у вас тоже краситься соответствующим цветом. Это такая международная, вспомнил, цветовая галма. Значит, если спросить человека, как вот создали эту геохронологическую шкалу, то ответ в процентах 85 случаев можно услышать примерно такой. Вот, ну как, вот есть где-то у нас на планете такая вот последовательность, да, слоев, да, осадочных пород, в которых содержатся разнообразные ископания, да? Ну понятно, где повыше, тут у нас там всякие там мамонты и правобытные охотники, зарываемся поглубже, там начинаются динозавры, да, динозавры, зарываемся еще поглубже, там начинаются всякие там трилобитые ракоскорпионы, да, вот. Ну а дальше уже начинается совсем всякая там одноклеточная нечисть, про которую вообще ничего внятного не искать. Вот. Потом, соответственно, приходят геологи при помощи, вот, ну, то есть вот такое вот, что-то вроде, что-то вроде такого керна, эталона, как там вот в палату меры весов, да? Потом приходят геологи, определяют именно образование вот этих самых слоев, вот, соответственно, занявшись слоем, там, где динозавры, мы видим, что, соответственно, вот слоем, вот, некий слой, смотрим, что он образуется 60-ти силит, значит, до 150 сил, да? Определяем радиоизотопным способом, да, с помощью неких независимых часов. Теперь все умные и знают, что это называется радиоизотопный способ, да? То есть определяют время образования, да, этого самого слоя. Дальше смотрят, какая здесь есть фауна, что здесь, значит, хватились в это время динозавры, там, зубатые птицы, головонодные моллюски, аммониты и беремники, еще много чего. И вот таким образом эту штуку мы будем называть медалью. Вот таким образом и создается геофронологическая шкала, да? То есть имеем последовательность, делим ее при помощи часов, да? Определяем время образования слоев при помощи них, внешних часов, и дальше смотрим, где какая фауна. Значит, вот эта картинка, которая упорно сидит в мозгах у публики, не имеет никакого отношения к действительности. То есть вообще никакого. Значит, все совсем не так. Просто прям противоположно. Значит, а что у нас есть на самом деле? Значит, на самом деле у нас есть только множество религиональных, реальных последовательностей, слоев, содержащих скопаемых. Вот речные обрывы в некоторых областях. Я на лекции. Алло. Значит, вот больше, кроме этого, нет ничего. Последовательность, которую мы имеем в виде геофронологической шкалы, это идеальная последовательность. Идеальная в том смысле, как идеальная точка, идеальный газ и все прочее. Нигде в природе никаких материальных воплощений в этой последовательности, которую вы видите на стенках в геофроническом кабинете, не существует. То есть никаких ее физических воплощений в природе нет. Значит, второе. Опять-таки вопрос. Как вы полагаете, значит, при помощи неких методов, при помощи неких методов палеонтолога и геологии, объединили множество реальных существующих, локальных, конкретных, последовательств, породных содержащих ископаемых, вот в эту самую общую, общую мировую последовательность. Общую мировую и всевременную последовательность. Как они это сделали, мы сейчас чуть-чуть позже поговорим. Но как бы то ни было, это было сделано. Значит, вопрос на засыпку. Как вы полагаете, когда эта работа была проведена? Примерно. Вот когда геологи объединили последовательности, локальные последовательности с ископаемыми в единую общемировую геофронологическую шкалу? В 19-м году. Где-то в 19-м. А где в 19-м? Понятно. Значит, в действительности работа эта была проведена в конце 18-го, и в начале 19-го ее закончили. Кюрье, заканчивая лае, это как раз вот та эпоха. То есть понятно, когда была создана геофронологическая шкала, как таковая, да? А когда появились эти циферки? Недавно. 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 А? В середине. Ну, ну когда? В середине 19-го. В середине 19-го. Так. Радиоактивность, на основе которой проводится радиоизотопная датировка. Радиоизотопная датировка. Радиоизотопная датировка. Радиоизотопная датировка. А? В первую половину 20-го века, да? На границе 19-го и 20-го. А конкретно Резерфорд, который разработал метод радиоизотопного датирования, свою Нобелевскую премию за трансплутацию урана получил в 1907-м. Ну, сам метод был открыт чуть раньше, в садах 1904-го. То есть понятно, да? Значит, на протяжении, что сначала была создана последовательность, да? Слоев содержащих ископаемых, была реконструирована. И только спустя век эти подразделения были украшены, ставшими столь приличными для нас цифрами. На протяжении века вся идеология обходилась вообще без вот этих самых абсолютных литировок. И отлично работала, кстати сказать. Совершенно без проблем. Ну, не нужно без проблем, да? Значит, это второе, наверное, что необходимо помнить. И что таким образом в основе геохронологической шкалы лежит именно смена содержащихся, состава содержащихся неископаемых. Так? Что граница между мезозоем и кайнозоем, это граница, на которой исчезают, да? Динозавры, белеммиты и аммониты, да? Группа кокалитофорит, так сказать, там много всего прочего, да? Что вот это и есть граница между мезозоем и кайнозоем. А дата, которая к ней привешивается, возникает гораздо позже. Значит. Итак. Значит, а каким образом, каким же образом построена вот эта шкала? Как вы уже поняли, да? Чтобы это уничтожать чуть ли не было. Значит, а есть вот эти вот самые слои. Вот у нас есть в одном месте слой, в котором есть ископаемое А, ископаемое Б, ископаемое С. Ископаемое Д, ископаемое Д и ископаемое У. Да? Существуют два фундаментальных принципа, которые используют геологи при построении вот этих самых шкал. Один из них называется «Принцип Стено». Стено. Стено или Стено. Вот такой просвещенный монах в героическую эпоху создания науки нового времени. Конец 17-го лета. Далилей, Ньютон. Вот как раз Стено из этой самой компании. Принцип Стено гласит, что если у вас есть два слоя горного порода, содержащих ископаемое, то тот из них, который древнее, он где должен быть? На верху. На верху. Да? А если ты берешь рукость? А? А если ты берешь рукость? Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас. Значит, если у вас прохит, везде есть хитрости. Сейчас везде, но опять-таки на всякий пол есть свой коловорот. Сейчас поговорим о калах и о коловоротах. Значит, если слой, да, если слой лежит, один слой лежит ниже другого, то значит, он образовался раньше его. Все элементарно. Значит. И второй принцип. Принцип Декста. 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 Сравнительный анатом. Друг и соревновательный Зарвина. Множество всяких работ, классик сравнительной анатомии. И в данном случае он другой, значит, у людей соответственно. А если два слоя, если слои горных пород содержат одинаковые ископаемые, то когда они образовались? Невременно. Опять-таки, опять-таки, с некоторыми, так сказать, вот с некоторыми возможными сложностями и ловушками, да? Вот дверь, то есть принцип стенок позволяет определить последовательность образования слоев в одном месте, а принцип Декста позволяет синхронизировать слои, которые существуют в разных географически разобщенных точках. В нашем конкретном случае мы имеем последовательность П, А, Б, С, Д, Е. Полная последовательность, которая, как мы уже сказали, в природе не существует. Которая идеальная. Да? Которую нельзя пощупить пальцы, да? Которая получилась в результате объединения вот этих двух последовательностей. Вот так вот складывали все конкретно известные науки, конкретно описанные геологические разрезы, и получили в конце XVIII-19 века вот эту самую нашу любимую геохромологическую шкалу с ее подразделение, которая всем известна на нынешнем грехе. Значит, подразделения геохромологической шкалы даются по... Название подразделений дается по эталонному разрезу, как правило, который... Откуда, собственно говоря, все это описано. Поэтому, соответственно, демонский период, это назван в честь графского демоншин ванной, джельские и косимовские века, карбонового периода, в честь, соответственно, наших городков джели-косимов. Соответственно, важно здесь видеть такое, значит, одно обстоятельство, еще раз подчеркиваю, что первичен именно определенный тип геологических тел, а время, производное, вторичное. Что пермский период определяется нами как время, когда образовались горные породы соответствующим наборам ископаемых, которые вот мы описали в эталонном разрезе рядом с городом Пермь. Аналогичная ситуация, как вы понимаете, имеется в археологии, где у вас там какой-нибудь мезолит или бронзовый век, это не точные цифры, а это время, когда люди делали орудия или украшения определенного типа. Логика абсолютно та же самая. Значит, теперь вот насчет этих самых, да, насчет ловушек, извините. Принципы геологических становок очень просты, кажется, но стоят некоторое количество неприятностей. То есть возможна ситуация, когда у вас, например, три основных слои, да, есть. Дальше у вас происходят некие геологические подвижки, и у вас вот эти слои в этом месте сминают в склад, как это бывает сплошь и рядом. И дальше у вас в результате эрозии вот эта вот часть, да, вот эта вот часть складки исчезает. И поэтому, если вы будете смотреть, да, если вы будете смотреть с этой стороны последовательность горных пород, то у вас она получится как бы обратно. Это случай, так называемого, запрокинутого залегания. В геологии такие вещи случаются достаточно часто. Но, опять-таки, как сказано, на всякий полный слойковый ворот, способы распознавания запрокинутых залеганий, они, опять-таки, вполне отработаны. Еще больше, на самом деле, ловушек может дать принцип Герцли, который гласит, что одинаковые фауны у нас означают одинаковые временные интервалы. И наоборот, что в одинаковые, в исходные временные интервалы у вас фауны должны быть одинаковыми. Понятно, что при географически изолированных районах у вас фауны, существующие в одно время, для начала всегда будут различаться доли элитов, да, то есть органированные группы, которые они наследуют от прошлого времени. Вот представьте себе, что вам сейчас велели бы сравнить фауну млекопитающих Европы и фауну млекопитающих Австралии, там совсем с солнечными однопроходами и всем прочим. Много ли у вас было бы оснований для заключения о том, что они синхронны? На самом деле, опять-таки, это и есть. Мы обращаем внимание на солнечных однопроходных, но в Австралии вполне хватает продвинутых грузунов, летучих мышей и всего прочего, которых не спрячешь. То есть сложности есть, сложности эти преодоления и, ну собственно говоря, именно этими сшифтами, распознаванием ловушек и их преодолением занимается специальный раздел палеонтологии и стратеграфия, астратум к словам, что, собственно говоря, те, кто имеет дело со слоями. Собственно говоря, сама по себе специальность, она как раз так и звучит как палеонтология и стратеграфия. У меня практичная тема, и стратеграфия очень важна. Итак, что мы получаем на выходе в результате вот этой деятельности геологии? А мы получаем последовательность слоев, охарактеризованных фауной, которые, между тем, ровно ничего не говорят о времени существования этих слоев. То есть мы можем только сказать, единственное, что нам говорит геология, это о том, что эпоха динозавров предшествовала эпохе многопитающих и наследовала эпохе зверозубых ящеров. Про протяженность же и первой, и второй, и третьей сегодня говорит совершенно ни о чем. То есть время, с которым мы имеем дело в вот этой геохранологической шкале, это относительное время. Мы знаем только, что было после чего, но совершенно ничего не можем знать о протяженности каждого периода. Это просто совершенно другая задача. А какая уже задача? А вот это уже задача абсолютных геологов. Вот здесь уже нам нужно, понятное дело, что время существует вне зависимости от наших возможностей его измерять. То есть от того, есть у нас или нет часы, время от этого никуда не девается. Но проблема часов у нас, соответственно, начинает возникать и начинает достаточно строго. Что же у нас с часами? С часами у нас, как уже сказано, вариантов несколько. То есть самые первые привязки, которые у нас существовали, самые грубые такие оценки сверх среднепотолочные, в свое время как раз начались еще со времен лаеля, который, опираясь вот как раз на уже теперь знакомый принцип актуализма, сказал, что если у нас скорость осадка накопления будет примерно такая же, как есть сейчас, ну, пока мы не видим способ, почему бы осадок накопления идти с принципиальной имени скоростями, то время образования только доступных нам для прямого изучения осадочных полочек, которые у нас уже имеются на поверхности, а их, вообще-то говоря, должно быть больше, то вот если мы просто сложим время образования вот этих самых патчек, то, соответственно, оно должно быть, ну, как минимум, несколько сотен миллионов лет. Это очень сильно расходилось с тогдашими оценками. Геологи в это время, опираясь на совершенно другие физики в это время, опираясь на астрономические данные, пытались в это время говорить о 18 миллиардах лет, потом мы говорили, вообще-то, кстати, не была оценка, причем не кем не писал орган Кельвинов, сделанное про на остывание солнца, мы речь шла про сто тысяч лет, геологи, так сказать, пожимали плечами и говорили, вот по-нашему получается так, ну, не знаю, ребят, тогда, так сказать, вам надо, мы уважаем закон сохранения энергии, но вот тогда объясните нам, почему в те времена с принципиальной другой скоростью шло осадка накопления. Настоящие первые изменения инструмента появились с того момента, как было открыто явление радиоактивности и, соответственно, было открыто радиоактивного доделивания. В чём суть, чтобы не грузить никого деталями, да, чтобы не грузить никого деталями, да, суть заключается в простом, суть его проста. Атом урана, да, превращается в атом свинца, самопроизвольно. Фишка в том, что скорость протекания этой реакции невозможно изменить никакими способами, ну, скажем осторожно, никакими известными на настоящий момент человеческими способами. Температура, давление, катализаторы, на скорость протекания реакции этого типа не влияют. Раз так, то определив, с какой, да, с какой скоростью у нас уран, содержащий уран, загрязняется свинцом самопроизвольно на небольшой промежутке времени, мы можем таким образом определить, да, прямой экстраполяцией получить данные, сколько, насколько интенсивно загрязнился свинцом уран из минералов любого возраста. Значит, таким образом, значит, таким способом определяют возраст только изверженных пород на всякий случай. Тут опять-таки есть множество всяких своих хитростей, да, которые опять-таки, опять-таки на каждый полный свой коловорот, да. По нынешнему времени, кроме вот этого самого открытого резерформа уран-свинцового метода, существует множество других методов радиоизотопного датирования, известный вам из всей там научной фантастики и всего прочего, страшно популярный калий-аргоновый метод. Хилис, например, очень популярный в последнее время на небольших промежутках аргон-аргоновый метод. По нынешнему времени примерно существует три десятка методов радиоизотопного датирования, про которые следует сказать следующее. Значит, все они врут. Все они врут, слава Богу, по-разному. И именно то, что они врут, по-разному, позволяет делать некоторые заключения, которые более-менее похожи на правду. Значит, в том числе, как со свидетельством в суде. Значит, в частности, каждый из вот этих самых методов имеет свой временной интервал, на котором он работает максимально точно. Вне этого интервала точность его очень существенно падает. Ну, например, вот замечательный вот этот самый аргон-аргоновый метод, который я сейчас помянул, он чем хорош? Он чрезвычайно точен для этих методов. Вот недавно при помощи аргон-аргонного метода как раз определили время, точно определили возраст галканических пеплов, которые засыпали бампири. И цифру получили, вот, так сказать, вот как раз строго то, что надо. Ну, привет, академик Фомин. Почему бы тогда не пользоваться вообще им? У него действительно очень высокая точность. Просто потому, что, к сожалению, он работает на относительно небольших временных интервалах. То есть на миллиардах лет. Никакого аргона вы просто не найдете. То есть, поэтому надо пользоваться другими способами. Ну, как бы то ни было, радиоизотопное датирование сейчас, по нынешнему времени, инструмент достаточно точный и работает достаточно хорошо. Значит, кроме вот этого радиоизотопного датирования, о котором мы говорим, которое основано на превращении минералов, да, Есть еще один метод, который вы регулярно слышите и вспоминаете. Это радиоуглеродный метод. Радиоуглеродный метод датирования. Радиоуглеродный метод датирования работает принципиально иначе. Это совершенно по-другому. Значит, это, как уже сказано, при помощи радиоизотопных, при помощи радиоизотопии, мы датируем именно изверженные породы. Либо фрагменты изверженных пород в осадочных. Вот один из самых сейчас любимых методов датирования, который в связи с прогрессом и тем, что научились работать с очень небольшими долями изверженных пород, заключается в датировании осадочных пород с их фаурой по вулканическим пеплам, который в них содержится. То есть, если, так сказать, нам повезло и в районе, где живет интересующая нас фаула и какие-то происходят интересные события с экологической точки зрения, если в этом районе будет вулканизм, то у нас есть шанс получить очень точные, абсолютные датировки. Именно по вулканическим пеплам, которые летают везде, а фрагменты пепла датироваются очень точно. Но это должно быть именно вулканический пепль, не настоящий уголь. Значит, принципиально другая вещь – это радиозыровый метод, который был открыт в Либе в 1946 году, который состоит в следующем. При помощи метода Либе как раз датируют растительные остатки и их производные, такие как уголь или бумагу, человеческие всякие дела. Он работает на очень небольших, с точки зрения геологии, временных интервалах. Предел, максимальную точность он дает на 5000 лет, максимальная дальность, на которую он стреляет – это 50 тысяч. Дальше он не работает совсем. Причем это продурили совсем недавно, далее считалось, что там 35, у него был предел дальности. Но сейчас с повышенной точностью вот удалось под точку депетивести. Но понятное дело, что нам, оперирующим, миллионами миллиардами – это все, конечно, для археологов и ландшафтоведов, не для нас. Значит, в чем здесь суть? Есть стабильный изоток углерода и нестабильный С-14 радиоактивный. Атмосфера планеты, как вам известно, состоит из азота и свободного кислорода. Азот? У азота какой атомный номер? А? 14, да. 14, те же самые. Соответственно, в верхних слоях атмосферы, где у вас подвержены космическому излучению, часть атомов азота, под воздействием квантов кратковолнового излучения, превращаются, происходят ядерные реакции, и они превращаются в С-14, да? В радиоактивный изоток углерода. Но азот химически крайне инертен, поэтому азот со свободным кислородом не соединяется. А как только он из азота превратился в кислород, на этом месте он немедленно реагирует с свободным кислородом атмосферы. На этом месте мы получаем СО2, да, только в котором нестабильный атом. Дальше все просто. Растения в процессе фотосинтеза потребляют углекислый газ, потребляют СО2, который бывает и такой, и такой. Соответственно, в живом растении соотношение живого и неживого, соотношение радиоактивного и С-14, С-12 стабильно. Если же растение умирает, то что должно происходить? Этот распадается, тот остается. То есть, если растение умерло, то доля С-14 в нем начинает запномерно снижаться. Опять-таки, по совершенно определенным привычкам, по которым мы можем определять, как это должно было происходить в прошлом, на гораздо больших интервалах. Вот, собственно говоря, суть радиоактивного метра. Опять-таки, надо помнить, что мы определяем не время существования некого артефакта. Вот если мы пытаемся при помощи радиоактивного метода, например, датировать там, ну, например, некий саркофаг, да, или там некую, так сказать, вибинскую ладью. Вот надо не забывать, что на самом деле мы определяем не время, когда в этой ладье плавали, или когда этого самого фараола, так сказать, запихнули этот самый саркофаг, а время, когда срубили дуб, из которого сделали ладью, или срубили кипарис, из которого сделан саркофаг, да? То есть иногда, иногда это бывает достаточно существенная вещь, просто это не надо выпускать из виду. Есть еще замечательный способ датирования, опять-таки, это дендрохронология, которая, опять-таки, относится к относительно небольшим временным интервалам, который состоит следующий. Мы с вами говорили о годичных улицах, что летом и зимой дерево растет по-разному, получаются годичные улицы, да? Темная половинка, соответственно, зима, светлая половинка – лето. Это зависит только от размера клеток, характерного. Размер, толщина кольца зависит от характеристик конкретного года. Теплый, влажный год, засушенный, холодный год дает разную величину прироста. Поэтому толщина годичных колец будет довольно сильно варьироваться относительно. Далее. Как полагаете, деревья, которые растут в одной местности, будут давать сходную картинку? Сходную, да? То есть там, где у нас одна погода, не климат, а не погода, там, где у нас одна погода, там картинка вот этой самой зубчатки будет довольно похожая, да? А, соответственно, даже деревни, даже одного и того же вида, разнесенные в разные биографические районы, картинку будут давать разным. Просто потому, что невозможно получить одинаковых, да, одинаковых характеристик по теплу и влаге. Значит, теперь смотрим далее. Вот у нас, предположим, есть, да, считается, что вот эти последовательности на достаточно большом интервале, если смотреть на несколько десятых лет, да, то вот это сочетание широких, узких полос, оно столь же индивидуально, как отпечаток пальцев. Теоретически, да, теоретически можно допустить, что где-то, где-то это совпадет. Точно так же, вообще говоря, теоретически никто нигде не показал, что невозможно два совпадающих отпечатка пальцев разных друзей. Но вот по-катусски такого не случалось, просто по факту, да. Значит, итак мы смотрим. Вот у нас, предположим, имеется, у нас, предположим, имеется дерево, которое мы можем точно задатировать, да, просто потому что оно живое, например, да. Вот у нас есть современное дерево, где мы точно знаем, что вот здесь ноль, вот, так сказать, вот-вот-вот здесь такие-то, такие-то, такие-то последовательности, да. Далее мы находим в каком-нибудь там, разрывая новгородскую мостовую, мы находим древно, из которого, соответственно, эти мостовые делали. Мы с большим удовольствием смотрим последовательность этих самых колец, которые там имеются, и у радости натыкаемся, натыкаемся на последовательность, да, вот такую же. На этом месте мы можем надстроить, да, мы можем надстроить последовательность чуть в прошлое. И таким образом, находя ископаемые и субфассильные деревья, мы можем примерно таким же способом, как при построении, да, вот той последовательности ископаемых. Точно так же, где-то на последовательности широких, узких колец, мы можем получить уходящую все более далее и далее вглубь последовательность вот этих самых годичных колец. Значит, понятное дело, что работать надо с самыми, с одной стороны, с самыми долгоживущими деревьями, которые есть в данном регионе, но важнее, так сказать, чтобы было побольше, просто побольше самих ископаемых и субфассильных деревьев здесь. То есть на этом месте хороши, например, регионы, где у нас есть болото, где можно здесь болото все-таки извлекать. Значит, вот сейчас хорошие последовательности, хорошие такие дентрологические последовательности сделаны для Западной Европы, несколько хуже у нас, несколько хуже в Восточной Европе, хорошие в Японии. Значит, в Европе, естественно, на дубах это делалось, делается в Европе, в Японии это делают на Криптомире, там тамошная хвойная. И самые лучшие последовательности, которые есть, они сделаны для Тихоокеанского побережья Северной Америки. Странным образом их делают не на Секвоя, как можно было бы предполагать, а на тамошно-калифорнийской сосне. Это просто самое долгоживающее дерево, которое есть, и климат очень располагает сохранение его в ископаемом состоянии. Значит, последовательность вот этих, последовательность этих современных дентрологических последовательств в Европе доведены примерно до 11-12 тысяч лет, в Японии чуть меньше, в Японии, по-моему, тысячи восемь-девять, а в Штатах доведены до 14 сейчас. Значит, вот, то есть сплошные, имеется, соответственно, сплошная вот эта посредственность, в которую теперь уже любое другое дерево может быть встроено с достаточной точностью. Значит, в чем здесь, опять-таки, в чем замечательность этого? Замечательно то, что эти разные методы позволяют просто контролировать друг дружку. И мы смотрим, как происходит результат. То есть, например, дентрологические шкалы, которые мы получаем здесь, можно проверять каким способом? Радиоуглеродом, соответственно, да. Они проверяются радиоуглеродом. Значит, при этом надо опять-таки заметить, что дентрологические шкалы дают естественные результаты более точные, чем радиоуглерод в любом. Но контролировать, да, контролировать привязки как раз всегда можно и нужно, да. Или, например, вот с рассмотренным примером, так сказать, с Аргон-Аргоновой датировкой Помпеев, которая совпадает просто с летописными данными, так как считают историки. Опять-таки, вы видите, два совершенно независимых метода, которые дают на выходе вполне сходящиеся результаты. Значит, таким образом, я обращаю лишь ваше внимание на то, что два этих способа датирования совершенно различные. Имеется в виду, что относительное датирование конечным продуктом, которым является создание геохронологической шкалы, где задача ставится только в том, чтобы максимально точная последовательность смен фаун, чтобы не было лакун и наложений. И разработанные физиками и химиками способы абсолютного датирования, да, что они немножко проразные, они маму всякие нужны, маму всякие важны, но методы этим преследуют разные цели. И когда, если кто-нибудь из вас когда-нибудь станет профессионально работать в области изучения прошлого, в палеонтологии, в геологии, я думаю, что вы обратите внимание прежде всего на то, что абсолютные датировки практически не употребляются палеонтологами в работах с прочим. То есть просто как абсолютные датировки упоминаются только в тех случаях, когда это действительно проведена специальная работа, ну, вроде как когда я говорил, да, когда некая фауна удалось задатировать по абсолютке, значит, вот именно в результате изучения там лаконических пеплов. А так все обходятся вполне подразделениями геохронологической шкала, они бывают очень дровные по составу фауны, они дают более, собственно говоря, тонкие изменения фаун, которые отслеживаются палеонтологами, они позволяют отследить такие временные интервалы, которые абсолютное датирование не может дать ни при какой погоде. Просто это точно все будет за пределами ошибок. Поэтому палеонтологи живут в мире своих собственных вот этих самых относительных датировок, иногда соотносясь с абсолютными, но в общем, так сказать, вполне нормально, как уже сказано, они в поле век вполне прожили вообще без них, вот, отлично себя чувствуя. А потом, так сказать, ну, приняли к сведению, что такое есть. Ну, очень приятно, теперь будем знать, как это все. Как это, сколько мы в попугаях будем. Сколько мы длинны в попугаях.